В прошлом году сверху Владисоцкого детского творчества превратился в большую поляну первоцветов. Растения, представленные здесь, привезены из мест, отданных под постройки, не санкционированные мусорки, либо тропинки. Растения засыпали мусором, вытаптывали или просто выкорчевывали. А вот сейчас они уже набрали цвет и будут радовать нас красивыми листьями и зеленью. Первыми появились адонисы и веотреницы. Адонис, народное название растения, горит свет, заярко-желтые цветки. Еще есть название зайчий маяк и зайчая трава. Киркозон, представляет собой многолетнее травянистое растение, с гладкими, прямостоящими или вьющимися побегами. У нас он представлен вьющимся по подпорной стене. Более 30 лекарственных растений можно увидеть здесь в течение весны и лета. Вот, например, чистотел, лопух и подорожник. Интересные факты. Сосна корейская в народе названа как кедр. Но почему же такое название? История это умалчивает. Но есть несколько легенд. Одна из которых гласит, что раньше иконы вырезали из ливонского кедра. Но так как импорт этого древесины был очень дорогой, мы нашли замену и начали вырезать иконы из сосны корейской, древесина которой очень подходила для этого. Она была очень гибкой и прочной. Также мы можем увидеть почки, из которых вскоре будут шишки. На экологической тропе представлен желтый гусятник, в народе названный как желтый подснежник. Это травянистое растение. Растягает высотой 8-15 сантиметров. Имеет желтые цветки, зеленые высокие листья. Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших проблем, стоящих перед нашим обществом. Сохранение биологического разнообразия можно не только в ботанических садах и заповедниках, но и на таких экологических тропах. Дети и их родители могут познакомиться с новыми растениями и узнать для себя много нового. Продолжение следует...